Здравствуйте, мы студенты первого курса НЕОМИФИ и представляем вам проект по определению рака на основе клинических показаний. Проект был разработан совместно с студентами Бузажа Екатерины и Осиповым Андреем группы B2155, научный руководитель Червонцев Сергей Сергеевич. Актуальность нашей проблемы такова. Рак – очень опасная болезнь, поражающая огромное количество людей ежегодно. Разработанный нами проект поможет на более ранних стадиях определить наличие и форму рака в организме человека, исходя из его анализов. Цель проекта – разработать способ быстрого определения рака на основе клинических показаний для помощи больным людям и предотвращения новых случаев заболевания раком. К нами были поставлены задачи – научиться работать в Google Call Labs языком программирования Python, изучить машинное обучение и различные алгоритмы классификации, создать бейзлайны, разработать готовый проект по определению рака на основе клинических показаний. Здесь мы собираемся опробовать набор моделей для прогнозирования вероятности образования злокачественных опухолей с использованием набора клинических измерений. Мы представлены визуализации распределения значений некоторых переменных систем. Была построена типовая корреляционная матрица. Матрица отражает линейную зависимость признаков друг от друга. Чем ближе к нулю, тем меньше линейная зависимость. Чем ближе к единице или к минус единице, тем больше. Затем мы стандартизировали данные и обучили на них модель логистической регрессии. Измерили точность и ROC-AUC показатели на тестовых данных. Построили график. Следующим этапом были построены деревья решений. Случайные деревья применен в IGP-м-бустинг метод. Была построена ROC-кривая, показывающая зависимость количества верно классифицированных положительных примеров от количества неверно классифицированных примеров для разных способов классификации. Чем ближе прямая к диагонали, тем способ определения хуже. В итоге был получен результат в виде наиболее важного признака – текстуры ядра клетки у больных раком из выбранного нами датасета. Далее я хочу представить вам наш готовый коллаб, в котором мы, собственно, все это и делали. Для начала мы взяли датасет с уже предсказанным раком и признаками. Загрузили его в наш коллаб. Поработали с данными. Визуализировали несколько зависимостей признаков друг от друга. Удалили ненужные нам данные, лишние. Разделили данные на те, которые мы будем предсказывать. То есть рак или нет. И данные, по которым мы будем предсказывать. Построили как раз корреляционную тепловую матрицу. И далее начали работать с моделями. Первая модель, с которой мы работали, была логистическая регрессия. Мы поделили наши данные на данные для тренировки, данные для тестов. На тренировочных данных мы обучили нашу модель. И далее посмотрели на точность и на ROC-AUC метрики нашей модели. Ну, здесь можно увидеть, что она довольно-таки высокая. Далее мы построили ROC-кривую, как уже было сказано, для логистической регрессии. Позже мы переключились на решающие деревья. И обучили эту модель. Построили на ней наше вычисление. Посмотрели ее точность, ее ROC-AUC, которые тоже были довольно высоки. Перешли к лесу уже решающих деревьев. И для них тоже построили несколько кривых. И посмотрели их точность и ROC-AUC. И в последнюю очередь мы обучили модель LightGBM Classifier на наших данных. Тоже оценили точность. И далее мы решили сравнить все наши методы, с которыми мы работали, с нашими данными. И тут заметно, что они все довольно хороши. И чтобы более наглядно посмотреть, мы построили ROC-кривую для всех наших методов. И из нее видно, что наилучший метод в нашем случае – это логистическая регрессия. Потому что она находится дальше всего от нашей диагонали, которая является самым худшим предсказателем. Ну и наконец, мы посмотрели важность признаков из нашего датасета. Из графика видно, что именно по признаку текстура ядра клетки можно точнее всего определить наличие рака у пациента. Ознакомиться с нашим коллабом можно по ссылке из презентации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!